Итак, я просто напоминаю, что мы с вами разобрали его матрицу, этой уникальной личности. В предназначении у него единичка, целеустремленность, которая должна опираться на тройку, творчество, восьмерку, мудрость. В отношениях семьи девяточка, служение миру, которая также опирается на творчество, тройка и шестерка, на наставничество. В бизнесе, в карьере единичка, целеустремленность, которая опирается на двойку, в своем понимании сотрудничества, работа в команде восьмерку, мастерство и воспитание восьмерочка. То есть на ценность добиваться успеха через мастерское управление руководством организации, собой, своей собственной жизнью. Поэтому в какой-то момент он почувствовал, что если он не научится правильно обращаться с деньгами, если он не научится управлять собой, своей собственной жизнью, то его просто жизнь будет загублена. Поэтому он бросил университет и отправился в армию, причем воевать. Ну и прошел там хорошую школу. Ну и прекрасная интуиция, здесь можно только сказать. Вот я здесь тоже вывел целеустремленность, служение миру, целеустремленность, мастерство. Тут интересный момент, которым бы я хотел закончить, потому что мы уже к финишу идем. Ведь эту матрицу можно посмотреть в негативе. Другими словами, вот эти четыре показателя – бизнес-карьера, отношение к семье, для предназначения воспитания, могут выглядеть как нищета, враги, болезни и застой. В каком случае? Ну, в данном случае матрица Льва Толстого, если бы он все эти показатели проявлял в негативе, а вот 37, 3 плюс 7 – это 10, а десятка – это кармический долг. Поэтому здесь в негативной матрице Льва Толстого можно по жизни увидеть, проявлял он в негативе эту матрицу или не проявлял, и в каких ситуациях в жизни. Вот в сфере воспитания восьмерка могла проявляться как диктат, в сфере предназначения единичка с кармическим долгом 10 могла проявляться как грубость. В отношениях в семье девятка могла трансформироваться в агрессию с его собственной стороны. И в бизнесе, в карьере также единичка рядом с ней, кармический долг 10. То есть в негативном плане у Льва Николаевича Толстого была возможность быть диктатором, проявлять грубость, агрессию в близких отношениях и вот вести себя очень грубо в бизнесе, в карьере. Ну поэтому в какой-то момент он начал серьезно изучать ведическую традицию, и благодаря изучению ведической традиции он занялся реально развитием себе духовных качеств. Поэтому вся его жизнь была как бы построена таким образом, чтобы уходить от диктата, от грубости, от агрессии. И в конечном счете, естественно, можно сказать, что ему получилось это, у него это получилось. Хотя вот можем также последний посмотреть цикл его жизненный с 82 года, да, пошел пятый цикл, и в 1910 закончился, он ушел из жизни в 1910 году. В точке опоры у него, смотрите, семерочка, мудрость, возможностях девятка, служение миру. Значит, в опыте у него нарисовалось 19 дроп 1, 19 – это кармический долг, когда человек, единичка, движется к своим целям, и при этом единица ответственным образом, девятка, должен служить миру. То есть у него сильный акцент на служении миру в пятом жизненном цикле был. Ну, маршрут 37 дроп 1, который мы с вами разобрали. И вот можно посмотреть, какие в этот период у него в жизни происходили события. То есть с 82 по 99 год он протестовал против беззакония, то есть он написал много петиций царю. Он выступал против наказания крестьян, помогал голодающим крестьянам, продолжал свою литературную деятельность, но он при этом много написал произведений, которые показывали то, что современная ему жизнь была наполнена беззаконием, бесправием и как бы на самом деле не соответствовала настоящим ценностям. Он отказался от своих авторских прав, что интересно, он был первым, кто отказался от своих авторских прав. Другими словами, он считал, что нельзя произведение культуры продавать за деньги. То есть, потому что получается, если у вас есть деньги, вы можете быть культурным человеком. Если у вас денег нет, значит, что у вас нет доступа к культуре. Поэтому все произведения, написанные им после 81 года, попали в разряд, в которых он отказался от авторских прав за свои произведения. В 1901 году он официально отрекся от церкви, известный тоже факт, да, хотя он был очень как бы духовной личностью, но он считал, что церковь в то время являлась рассадником на самом деле невежества. И в 1910 году он ушел сначала в отречение. То есть, тоже интересный факт, что он ушел из Ясной Поляны, причем ушел так, что никто даже не знал, куда он ушел. Ну, то есть, он как бы, это называется в единической традиции, есть в писаниях такой стих, где говорится, что в преддверии смерти человек должен уйти туда, где никто его не сможет найти. И в этом месте, да, в котором нет доступа никому, он должен сосредоточить свое внимание на Всевышнем Господе, да, и вот в этой медитации оставить свое тело. Поэтому он ушел в отречение, да, в 10-м году. И через 2 месяца его вообще никто не мог найти, через 2 месяца его нашли уже оставившим тело, на одной из железнодорожных станций нашли его тело. То есть, он таким образом ушел из жизни. В соответствии с ведической традицией, потому что веды говорят, что если человек чувствует, что пришло время ему уходить из жизни, он должен отправиться в то место, в котором его никто не сможет найти. Почему? Потому что в этом месте он должен войти в медитацию, сосредоточиться на Всевышнем Господе и оставить свое тело в этой медитации. И тогда он, естественно, возвращается назад в духовный мир, к Богу, к Царству Господа. Вот поэтому даже своим уходом из жизни Лев Толстой, он как бы подтвердил свою жизненную философию. И видите, возможности у него по девятке, пятом цикле, служение миру. Да, 19-1, передавать опыт служения миру всем другим. Точка опоры у него семерка. А семерка – это не только мудрость, семерка – это также уединение. Семерка – это отрешенность, отречение. Семерка – это медитация. Да, поэтому он нашел эту точку опоры и, опираясь на нее, в служении миру и Богу ушел из жизни. Вот таким образом.